Я расскажу немножко просто об истории этой песни. Дело в том, что я 20 лет отработал бюрократом. Я вышел на пенсию в звании замначальника управления по делам семьи и молодежи и спорта одного из Харьковских районов. Но в бытность, когда еще занимал должность начальника отдела молодежи в Горсовете, рядом через стенку у нас было управление культурой. Мы общались, естественно, со своими коллегами. Как-то я 23 февраля попал на день рождения к одной из моих коллег из Управления культуры. И она к удивлению своему обнаружила, что я, кажется, поэт и бард. Вот эта культура трегерша наша харьковская. И она говорит, ну, так ты бард, ты поэт, ты же просто обязан мне в дне рождения песню написать. Давай вот ты мне в настоящий год напиши, пожалуйста, песню. И забыла, сказала и забыла. А я не забыл. Ты действительно написал такую песню, но я ей эту песню показывать не стал. А вам покажу. Не обязательно ее кому-то конкретно посвящать. Вы просто послушайте. Песня называется «Заказ». Привыкшая к обилию словесной шелухи, Побертки из открыток и дежурной болтовни. Ну, как ты собиралась настоящие стихи? К застолье пристегнуть не понимаю. Извини. Сразит своих подружек, вот, мол, вам привычный пир. Поэт, не парикмахер, не парикмахер, не кондитер, не факир. Из стихи его не мед, а повседневный черствый хлеб. Ни чуждья, ни романтики, ни лирики, Ни песнопения, ни на мажорный лад. Но не моя стихия по Нигирике, А правду не для тоста верула. А правду, что ж, пожалуйста, в соштатном городке, Где вся цивилизация такси да фонари, Одна в пустой квартире, словно пес на поводке. Чего ты ждешь от жизни в пятьдесят плюс-минус три? Когда ни интерьер души не греет, ни визаж, Ни службы ненавистной монотонной скучной губ, Помноженный на пошлый, непременный вернисаж, Искусственного цвета щек, ресниц и лживых губ. Мне Андерсен милее, вольфа Мессинга, Жила мне сказка, если жизнь горька. Я думаю, пусть лучше эта песенка Побудет Недописанной Пока. Побудет 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 Побудет